В истории жителя города, прокатившего на капоте госавтоинспектора, поставлена по всевидимости точка. Эта ситуация вызвала большой общественный резонанс. Не только в городе, но и по всей стране. Видео с регистратора облетело все сайты и центральные телеканалы. И вот сегодня городской суд в особом порядке рассмотрел соответствующее уголовное дело. Из зала суда с подробностями Кирилл Мингель. Наряды к Калиненку пошли. Калиненку, Калиненку! Все взяли, разбился. Почти 40 тысяч просмотров на ютуб. Учитывая сценарий ролика, результат неудивительный. Все в лучших традициях голливудских блокбастеров. Здесь вам и погоня, и бесстрашный герой полицейский, и яркий финал. Благо, обошлось без стрельбы. Что ты не стреляешь? Что ты, б***ь? Где как перезалежать его буду? А вот так для горе-водителя все закончилось. Слушается уголовное дело по обвинению Тухватулина Рустема Гусумнича в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судьян седания объявляется открытым. На скамье подсудимых 30-летний Рустам Тухватулин. Молодой человек в одночасье стал знаменитостью. Вечером 17 февраля этого года он вряд ли планировал брать пассажиров. Но так уж вышло, что им стал не кто-нибудь, а сотрудник ГИБДД. Причем ехал последний не в салоне авто. Экспертиза показала, водитель восьмерки был пьян. Причем садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения молодому человеку, говорит прокурор, не привыкать. Он трижды был лишен водительских прав за пьяную езду и дважды отбывал административный арест за управление автомобилем без прав. Тем не менее работодатели, соседи и даже участковые характеризуют подсудимого как личность исключительно положительную. С учетом изложенного, я прошу признать Тухватулина Русланом Гусмановичем виновным в совершении преступления, предусмотренного в части 1 ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить наказание в двух лет лишения свободы. Также прошу применить суд статью 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, установив в статье 5 месов, 2 года. Думаю, что Тухватулина в данном случае должен быть применены более действенные меры, из которых Тухватулин не сделает для себя выводов, связанных с тем, что вам просто будет неудобно посещать органы исполнительной инспекции в течение двух раз в месяц, а действительно понесет наказание, которое существенно повлияет на его выводы о содеянном. Я говорю о наказании в виде штрафа. Если конкретнее, то штрафов 50 тысяч рублей. Но у правосудия на этот счет оказалось совершенно иное мнение. Суд приговорил признать Тухватулина Рустема Гусмановича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 и назначить ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Десять дней есть у теперь уже осужденного на обжалование приговора. И этой возможностью, заявил сам Тухватулин, он обязательно воспользуется. Кирилл Мигель, Григорий Корпцев. Новости нашего города.